Седьмое октября 2023 года ознаменовалось не только началом Большой войны в Израиле, но и Азия также преподнесла Машааху подарок большой на день рождения. В Афганистане случилось землетрясение. В провинции Герат землетрясение магнитудой 6,3 балла. В 40 километрах к северо-западу от города Герат. Около 11 часов утра по местному времени. В субботу. Опять-таки, видите, суббота. Все то же самое. Но все должны пострадать. Должны быть такие всплески жертвоприношений, которые должны отразиться в эфире. То есть довольно сильные должны быть жертвенные эмоции. И так были там и слабые толчки, и 5,5 баллов. Знаете, количество погибших в таких районах разве можно посчитать? Их считают примерно, как это... Ну, примерно, как по возможности можно посчитать, да? Поэтому разные источники говорят совершенно по-разному. Это землетрясение чувствовалось даже в Ашхабаде. И город Ашхабад находится в 500 километрах от эпицентра. В квартирах, особенно в верхних этажах, качались люстры. Многие жители выбежали из домов, предпочитая переждать толчки на улице, нежели в домах. Государственные и правительственные организации в Туркмении о произошедшем землетрясении не сообщили. Были ли разрушения? Ну, толчки были. В 500 километрах так были разрушения или пострадавшие, об этом ничего не известно. Но ведь можно и не в 500 километрах взять, а ближе к границе. Но об этом Туркмения не сообщила. Зачем ЭТЖН? Они сообщают по своим каналам туда, где это необходимо сообщить. Афганские информационные издания сообщают о многочисленных разрушениях и жертвах. Бактар Ньюз сообщили 8 октября о 500 погибших и почти полностью разрушенных 12 селах в районах Зиндажан и Гориан. По информации издания ТОЛА Ньюз, наиболее всего пострадал населенный пункт Наиб-Рафи, где погибло 80% жителей. Всего сообщается о 2400 погибших и 200 раненых. Это только в одном пункте. А сколько их в горах? Сколько их много? Где, кто, как погиб? Другое информагентство ПАЖВОК со ссылкой на данные властей провинции Герат сообщает о 5000 погибших. Конечно, все это разнятся данные. Но ведь самое главное, что погибших много. И об этом стараются как-то не сообщать. На фоне того, что в Израиле началась Великая война, то какие-то там землетрясения в Афганистане, которые курируются талибами, которые существуют, по моей версии, на финансы Российской Федерации. То здесь, друзья, конечно, и Хамас, и Талибан, и все они, они никто не осудил войну в Израиле, они за Палестину. Как так? Ведь товарищ Сталин креатировал, то есть это его креация, Израиль, это его страна. Он ее создал, товарищ Сталин. А сегодня товарищ Путин не-не-не за Израиль, не выступает за те потери, которые сегодня понес Израиль. А он стоит на стороне талиба и Хамаса. И вы видите, да, никаких особенно нет поползновений к тому, чтобы выразить большое соболезнование, осудить. Нет, друзья, этого нет и не будет. Более того, сейчас уже Иран, да, обвиняюсь в том, что он помогает Хамасу. А Иран – это Россия. Ну вот и что ты будешь делать, друзья? Такие ситуации, они смешные. Говорить о них как-то о чем-то серьезном. Но это люди играют. Они всю нашу с вами жизнь, мы думаем, наша жизнь серьезная, они ее превратили в игру. Они нами, нашими жизнями играют. Пинг-понг, пинг-понг. Поэтому те дома, которые находятся на границе эпицентра, где-то вблизи, те города, их количество погибших, никто и считать не будет. Нет, для себя они, наверное, посчитают. Им это нужно, да. Осень – урожай. Жертвенный урожай. Цинично? Так это не тому цинично, кто говорит об этом, а тому цинично, кто делает это. Вот это самое важное. Те, кто делают это, те, кто совершают это. Это цинизм по отношению к людям. Ну, возможно, это чистильщики. Те, которые чистят сегодня нашу планету от ненужной нашей пагубной цивилизации. Они возложили на себя великую роль. Они гордятся этой ролью. И вот видите, день рождения бывает только раз в году, да. Прилетит вдруг волшебник. Ну, вот прилетел волшебник и подарил такие подарки тому, у кого день рождения было 7 октября. 7 октября был день рождения. День великого Машаха. Меня иногда удивляют люди, вот он придет, вот он как-то, да он уже с вами. Он уже давно с вами. Он объявлен был вам с началом века, с нулевых годов. Нулевые пришли, и он уже был с вами. Но неужели вы не поняли? Неужели вы не увидели, что пришел Машаха? Пришел, и вот он, он рядом с вами. Он, для него жертвы, для него все это. Но если вы этого не увидели, если вы находитесь в настоящее время в состоянии Третьей мировой войны, но все время говорите, вот когда-то она будет, когда-то она придет, друзья. Конечно, вот такие люди, от них и сделают зачистки. Вы понимаете, вот и чистят землю от людей, которые не могут дважды два сложить. И если вы не можете этого сложить, то вы должны понимать, что на данной земле как-то вы не приживаетесь. Жалко, жалко, хочется жить. Включайте мозги, чтобы жить. Включайте мозги. Я вот говорю, обращайтесь, обращайтесь, я подскажу. Подсказала. С моей помощью люди остались живы. Люди уехали вовремя и не испытывали на себе той жуткой ситуации ни в той, ни в другой, ни в третьей стране, о которых я сейчас говорю вам. Называть не буду, конечно. Но те, кто не смог вовремя подключиться к процессу, те, кому просто жалко денег, вы жалеете, вы деньги жалеете или свою жизнь жалеете. Пронесет? Никого не пронесет. Нет, идут большие зачистки по земле. От тех людей, которые составляют какой-то ненужный балласт. Это балласт, балласт лишних людей. Это не я решила. Это они там, наверху решают. За вас, за нас, за всех. Я человек сердобольный. Я не ем мясо. Я не могу убить животного. Я не могу этого сделать, потому что я сердобольный. А есть люди, которые управляют. И они совершенно не сердобольные. Они убивают. Они зачищают. Они дают приказ. И по их приказу работают уже безмозглые солдаты, без мозгов. Как мы это увидели в Израиле, да? 7 октября, в субботу мы это увидели. Какие звери вбегают на улицы. Как они обращаются с живыми людьми. Но это потому, что они такие. Они такие. И с той и с другой стороны знают, какие они. Такая ситуация, друзья, когда... И землетрясение тоже было сделано в подарок. Машаху. Поэтому ваши разговоры о том, что Машах когда-то придет к кому-то где-то, это все бесполезно. Машах жив и не умрет. И будет жить очень долго. И это под его звездой создается сегодня. Вернее, уничтожается старая цивилизация. И из его благословения создается новое. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Сегодня у нас с вами 9 октября 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова